Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Да, да, ну я хочу у тебя узнать, вот я сейчас твой голос записываю, я могу, имею право, до сих пор или нет? Ты имеешь право, я даю тебе согласие о том, что ты здесь и противоправда, ты мог по всему азимуту распространять. Все, спасибо тебе большое, Худиарь, ну на всякий случай еще раз я просто... Правильно, значит я согласен, что ты по всему азимуту... По всему интернету. Да, имеется в виду интернет, а вообще по азимуту ты понял, да, значит интернет по всему интернету распространял данные обо мне, в связи с преступными действиями определенных лиц, полиции и парнахармы. Эстонии. А? Эстонии, эстонскими. Ну, я имею в виду, ну то, что я писал, это заявление, это кашлевого права, они это, в общем, не обратили внимания потом. Я писал неоднократное заявление, что это по правам человека, они не только отдали, в общем, они не только не отдали мне ответственность, но и сама личная представительница этого центра Ульяна, Ульяна, обязалась выполнить свои обещания по поводу тех нарушений со стороны полиции и парнахармы. Да, да, да. Записал ты? Да, да, записал. Вот так, запиши, а когда они, я скажу, что с начала моего прибытия на территорию Эстонии, то есть, когда я зашел на нейтральную зону пограничного моста Нарва-Ивангород, полиция меня более двух часов задержала незаконно и не пускала на территорию Эстонии. И только после двух попыток суицида, хотел я броситься в Нарва, они все-таки решили, пусти, только после этого они пустили меня на территорию. То есть, они согласились взять у меня заявление о бездорожной защите. Да, да. Записал ты? Вот, я тоже понял, да, я могу... Это тоже нормально, это явное нарушение права беженца, уже на стадии моего, на первом стадии они его продолжают. Да, да. И они тебя сейчас держат в заложниках незаконно. Да, и сейчас они мне под разными предложениями, якобы я риск побега и так далее, они у меня держат, и, как сказать, у меня состояние здоровья уже не то, и они знают, что я здесь долго лечился, там разные заболевания у меня были и так далее. И несмотря на это, они там продолжают меня держать в качестве заложников. Да, да. Ну все, я завтра утром позвоню тогда. Давай, давай. Давай, береги себя там. А, давай. Все. Продолжение следует...